Всем привет, друзья! Вы на канале Мира Мира, и сегодня, как вы уже поняли по превьюшке названию видео, я буду вам рассказывать о том, какой же класс Террари самый лучший и почему же. И это не моё мнение, это факты, так что примите их, какими они бы не были. Ну давайте же всё-таки начнём. Дело в том, что я буду вам рассказывать не про обычного мага, а именно про постманлордного, потому что за обычного мага я в Террари никогда не играл. Ох, ладно, насчёт того, что нам выдаётся, когда мы играем за него. Это броня туманности, и также куча таких оружий, как бритвенный тайфун, как туманный аркан, кстати, моё самое любимое оружие Террарий, чтобы вы знали, ну и последняя призма. И если вы используете вот такой вот аксессуар, как цветок манны, и у вас в инвентаре куча зелек, то вы уж поверьте, с этой бронёй, которая собирает фрагмент теки смомбов, у вас будет и повышенная регенерация, и, короче говоря, боссов вы будете рвать на изи. Ну, чтобы этого не было просто на словах, давайте протестируем. Я уничтожу башню, ну, башню туманности и, допустим, башню вихря в броне мага и в броне, допустим, той же броне солнца. И проверим, какой же класс уничтожит их быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok Одна минута тридцать секунд. Ну, а теперь переодеваемся в броню, которую я ненавижу, броню танка или солнечную броню. Ну, чтобы вы знали, да, вы, конечно, можете танковать, но сколько у вас хватит силы, чтобы продолжать танкование, если можно просто надеть броню, собрать фрагментики и, или как это называется, бонус-конфлект, сейчас посмотрю, усилители. Усилители и, короче говоря, регенерация у тебя будет практически моментальная. Ладно, что ж, переодеваемся в броню воина. Я возьму вот такие вот аксессуары, это не эксперт мод. Ну и, в принципе, мне было вообще все равно какие аксессуары брать за мага, но тут я уже постарался. Ну и вот, собрав вот такую броню и вот такие вот аксессуарчики, такие вот инструментики, я уже иду, ну, на эту башню. Кстати, я взял самое лучшее, ну, по моему мнению, оружие на воина. И поэтому сейчас следующая башня у меня будет как раз-таки башня воина, это башня солнца. В прошлом была башня мага, не было пилу. Ну, хотя, в принципе, ребят, вы сейчас мне, скорее всего, будете писать, что башня солнца сложнее, там челлендж был не очень правильный. И поэтому мы попробуем убить, опять же-таки, не было башню туманности, но только уже с броней солнца. Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, обе эти башни уничтожил не на эксперт моде, в обычном режиме, но как помните, за мага я уничтожил просто на раз-два эту башню. Хотя, не, не подумайте, что я там всю террарию проходил за мага, и поэтому я такой нуб за воина. Не, всю террарию я проходил за воина и за призывателя. За мага я играю только, ну, первую неделю, честно говоря, ребята. И поэтому я вам скажу то, что нет, ничего подобного. Полурост-то маг, это самый сильный класс, и с этим лучше не спорить, потому что это факт. Мы только что с вами это доказали. За мага я уничтожил эту башню за 1 минуту 30 секунд, за воина я уничтожил за 2 минуты, и то там столько критических моментов было, где я почти умер. Я комбинировал многие оружия, но, как я понял, это было самое эффективное. Северный полюс, оно падает с этого, с ледяного рейда, ледяной луны. Ну, так что, ребята, я думаю, то, что вам уже все понятно, то, что маг намного сильнее, чем воин, призыватель и стрелка я даже не буду тестировать. Если хотите, вы можете сами там протестировать, как стрелок будет уничтожать башни, но мне кажется, вы скорее всего там помрете. Я реально, не подумайте, что я там блифтовал, я просто, я дрался на полном серьезе, но меня все-таки умудрились убить прям под конец. 2 минуты и 1 минута 30 секунд, разница довольно большая. Так что, ребят, я думаю, я вам доказал, если у вас есть какие-то претензии или, ну, вы считаете, что это было неправильно, нечестно, то пишите обязательно в комментариях. Или также пишите, за какой класс вы любите играть. Я ни в коем случае не оскорбляю другие классы, просто говорю, что маг самый сильный, и вот привожу пример. Думаю, видео вам понравилось, и думаю, вы тоже будете использовать мага после этого. Правда, да, его надо уметь использовать, но все равно этот класс довольно прикольный. И я бы даже, если не самый прикольный в террарии. Ну, на этом все, ребят, спасибо за внимание, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok